Приветствую всех, друзья! Меня зовут Алла Кичиджан. Доброе утро! Сегодня я хочу поговорить о процессе преобразования мышления в речь. И сразу вопрос к вам. Как вы считаете, можно ли мыслить за пределами речи, без слов? Ответьте на этот вопрос в комментариях, пожалуйста, сейчас или потом. Я в любом случае подискутирую с вами на этот счет. И мне на самом деле интересно, что вы думаете. Не для того, чтобы опровергнуть или согласиться, а для того, чтобы оттолкнуться от вашего мышления и вместе прийти к какому-то, может быть, новому ракурсу, новому взгляду и умозаключению. Итак, что происходит у нас в голове непрерывно? Ну, например, вы проснулись и начинаете думать. Вам кажется, что вы начинаете думать. В голове мелькает вчерашнее событие. Что вам приснилось? Чего вы там хотите? Дети, собаки, несостоявшийся отпуск, все пропала война и так далее. Как вы думаете, на что похожа вся эта взвесь? Ну, у меня самые такие неприятные образы. Какая-нибудь сель сходит с гор. И, не знаю, там ураган сносит все на свете. И вот там вот все смешалось в доме Облонских. То есть там ничего почти не расчленимо. Очень трудно выхватить при шторме целую лодку, да, вы можете какие-то части выхватить, но целую лодку, которая разбилась о скалы, вы никогда не спасете. Все ли пропало, все ли действительно разбилась о скалы и не восстановить. Нет, но нужно понимать, что речь – это волевой акт. Превращение любой вот этого сумасшедшего потока во что-то упорядоченное. Это почти невозможная вещь. Вот смотрите, как если бы вы все до мельчайших деталей, там до весла собрали из лодки, которое разнесло бурное море. Вот такой трудный этот волевой акт перехода от хаотического, броуновского движения, связанного, причем, с неприятными абсолютно ощущениями. Потому что это само по себе неприятно, когда не знаешь, откуда распутывать клубок. То есть вы не знаете, вот вам попалась деталь в пазле, и у вас нет общей картины, вы вообще не знаете, куда бы вы ни поставили, будет неправильно. И в таком положении часто оказываются люди, когда перед лицом неизвестности или просто страха перед собственным мышлением. Он как насел на вас этот страх, и вы из-под него выбраться не можете. И первое усилие. Давайте я попробую выбрать любую деталь, вот любую, и дорисовать общую картину с нее. Или вот мне еще очень нравится образ, когда, например, дождь идет, а еще снег не сошел. И вот дождь как бы пробивает вот эти вот русла, где только может, да? И вам нужно это ограничение, вам нужны эти берега, этот фрейм, да? Это вот то, что ограничит эту картинку, то, как вообще вы перейдете к осознанному мышлению. Перейти к осознанному мышлению, как я уже немножко намекнула, это то же самое, что преобразовать мысль в речь. Где ее взять, эту мысль? А здесь я хотела бы привести вам, может быть, более знакомую вещь, математический график, которым вы все знаете, со школьной скамьи. Ось х, ось у, или ось абсцисс, или ось ординат. И любая координата – это зависимость между этими осями. Она может быть там выражена по-разному, но это зависимость, да? Где бы вы ни поставили эту точку, вот представьте, что это ваш пазлик, или начало лодки, или начало любого действия, не знаю, там первый слайд, или десятый слайд вашей презентации, это такая вот координата. И чтобы получилось, не знаю, там парабола, гипербола, нужно знать формулы. По которой возникает зависимость от оси Y, от оси X. Почему от X все начинается? Почему? Это несложно. Я пока говорю, элементарные вещи, да, и каждый может воспринять. Это никакая пока не математика, хотя в математике кроется логика, в том числе логика речи, образно, конечно. Конечно, речь без логики невозможна. И вот этот ваш волевой акт, когда вы за X можете принять любое число, то есть вместо X вы выбираете, что подставить, и от этого будет зависеть, что получится на вертикальной оси, на оси Y. Это самое-самое сложное и самое важное, понять, что я творец. Не кто-то мне сказал значение X, X, а я выбрал сам. Понимаете? Сам. Ведь когда вы выбрали сами, то дальше становится все яснее и проще. У вас есть берега. Что это означает? В словах, в понятиях. Например, вы решили записать видео на тему, ну, скажем, как расслабиться быстро. У вас есть значение X. Вы определили тему. И вы дальше понимаете, что нужно создать пункты. Настолько ясные, понятные, желательно показать, чтобы передать эту информацию, которая пока что внутри вашей головы людям. Передать последовательно, во времени и пространстве, а не так, как это было там сумбурно, гудело в облаке ваших мыслей, где есть все, и при этом можно сказать, что нет ничего. Потому что пока это не расчленено на значки, которые будут понятны, условно, да, значки, которые будут понятны не только вам, но и людям, никогда не возникнет немышление, а значит, и речи не возникнет. И это, этот переход самый сложный, когда вы говорите, у вас есть намерение, вы говорите, я запишу видео на такую-то тему. Дальше просто дело техники. когда вы хорошо понимаете, как, например, вы расслабляетесь, и что нужно делать, то дальше нужно выбрать последовательные три пункта и проиллюстрировать их. Поскольку в логике всегда есть причина и следствие, то рекомендуется, если это не очень короткое видео, объяснить, почему вы так делаете, что происходит, когда вы, например, дышите, делаете паузы. Итак, выделим эти простые три пункта. Первое. Вместе со вдохом нужно напрячься, вдохнули, задержали дыхание и напряглись, 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 сильно-сильно напряглись, и потом с выдохом расслабиться. у вас появился первый пункт. Будете ли вы расшифровывать, первый и второй даже, скажем, будете ли вы расшифровывать, почему и как и почему расслабление автоматически сменяет напряжение, это ваше дело. У вас уже получается связная речь и понятная для всех. Что значит ясное, понятное, краткое? Это значит, что другой может сделать то же самое, может повторить, вдохнуть, напрячься, выдохнуть, расслабиться. Вот, можете добавить детали и пояснить, что не нужно выдыхать, выдох произойдет автоматически, потому что всегда за напряжением в природе идет расслабление, как за черной полосой идет белое. Дальше вы говорите, что, допустим, больше всего напряжения у нас возникает в челюсти и в плечах, и значит, нужно вот как-то что-то сделать с этими зонами. И говорите, что вы должны расслабить челюсть. И вы можете показать, как это сделать. Ну, вот самое простое упражнение это нужно вот нижнюю челюсть оттянуть сюда, к груди и дышать ртом. Сразу почувствуете вот здесь облегчение. Можно добавить движения какие-то и помассировать. Для шеи, опять же, нужно создать попеременное напряжение. Я не ровно сижу, чуть поровнее сяду. Напряжение. С одной стороны создаем напряжение. Подтягиваем плечо к уху. Сильно, сильно, сильно напрягаемся и потом расслабляемся. Надо подольше чуть-чуть и немножко вот так разглаживаем. И точно так же с другой стороны. Подтянули, подтянули, это плечо расслаблено, это напряжено и вот так, вот так массировали для того, чтобы эти мышцы дельта растянуть. Самое быстрое упражнение, как растянуть мышцы дельты. Ну, собственно, и все. То есть, каждое свое речевое действие, а речь это действие, я подтвердила действием в теле, создала последовательную цепь упражнений, набор упражнений, развернула его во времени, продемонстрировала. Как вы понимаете, этот процесс цикличный, и вы можете легко создать сериал из таких упражнений. Сегодня вы показали только одно, заинтриговали людей, а завтра показали другое. Но цель моя сегодня, конечно, я всегда пытаюсь совместить приятное с полезным, цель моя была показать вам, как из всего хаоса этих мыслей. Вы определили тему, выхватили идею, на которую собираетесь записать видео, включили камеру, записали, показали, получили удовольствие от того, что вы поделились с людьми. Более того, мозг всегда такой деятельности очень-очень рад, потому что в таком случае внимание, секрет, вы удовлетворили оба полушария, правая и левая. Есть любители, что такого деления уже давно нет, да, и в мозге все происходит везде, но все-таки традиционно, конвенционально известно, что правая полушария, оно любит играть, отвечает за творчество, это вот этот вылив, и в то же время левая полушария довольна тем, что у вас все логично, и это вся взвесь там осела, и у вас выше сложился пазл, там вы заново пересобрали лодку или конструктор, по сути образ, который вы можете применять, и он тоже как только возникает цельный образ того, что с вами происходит, уже упорядочивает ваше мышление, и вы уже на пути к речи, например, представьте, что все буквы разлетели, ну все слова, все предложения, все ваши мысли разлетелись на буквы, в этом смысле очень полезны сканворды, и вам нужно вот этот вот одновременно и творческий, и волевой акт, чтобы эти буквы собрать в слова, потом словосочетания, потом предложения, многие люди любят сканворды, я сама решаю сканворды только на английском, для развлечения, надо, чтобы поправить спейлинг, я вечно не помню, как они пишутся, но, понимаете, упорядочивание, которое дает, кстати, любая математическая задача, но я больше люблю логические упражнения, как объяснить другому так, чтобы максимально точно передать свою мысль, а человек, который воспринял, он со своей стороны может любому другому это рассказать, и тот тоже поймет, при этом не возникнет испорченного телефона, понимаете, то есть это проявляется очень-очень всегда легко, это было что? Это было мышление, связанная речь, либо только потуги что-то выразить, но невыраженная мысль, ясное мышление, это когда вы ясно передаете дальше мысль, то есть человек, который воспринял, он в состоянии передать все, что воспринял от вас максимально без искажений, это и есть понимание, вот, там, конечно, понимание, много составляющих, но это одна из, это суть, по сути, понимания, я вас всех люблю, спасибо за внимание, наверняка кто-то прокрутил это быстро, и наверняка они все дошли до конца, потому что мышление сложный процесс, он еще сопоставим с невозможным процессом, почему? Это как если из уже готового вещества назад запустить обратный процесс энтропии, или из разбитого стакана снова собрать целый стакан, или из супа снова создать свежую капусту и картошку, невозможно, но тем не менее люди это делают, в этом наша уникальность, пока-пока, до встречи.